Что касается заключенных, позиция здесь, я думаю, наша будет достаточно жесткая. ЕСПЧ уже выносил похожее решение в отношении Великобритании, и на эту тему завязалась большая дискуссия в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Великобритания категорически отказалась исполнять эту норму закона и указала ЕСПЧ на пределы вмешательства в национальное законодательство. Об этом же говорил Зорькин, когда ЕСПЧ вынес решение по Мичману, который уходил в декретный отпуск. Поэтому, я думаю, здесь позиция наша примерно такая же будет. Это решение ЕСПЧ невыполнимо, а не требует менять нашу Конституцию, и это вмешательство в наш национальный суверенитет. Эта норма прописана у нас в Конституции, и законы, которые приняты на основании нее, не нуждаются в каком-либо комментировании извне. Более того, декларация о правах свободчека, к которым мы присоединились, европейская, когда вступали в Совет Европы, не предполагает предоставление заключенным такого права, и мы под этим не подписывались. Поэтому, я думаю, что это решение первой инстанции. Есть еще большая палата ЕСПЧ. Думаю, что там будет голос более разумным.